Господи, Сын, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорбых неримам, и Господи, Сын, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Недавно произошла встреча с дорогими гостями. К нам приехали жители и воспитанники одного из детских домов, который окормляет православная служба милосердия. Во-первых, хочется порадоваться тому, что вновь жизнь возвращается на круги своя, что тема запретов Роспотребнадзора потихонечку отходит уже на дальний план, что вновь жизнь входит в прежние отношения, когда многие учреждения, с которыми мы сотрудничаем, и детские, и взрослые, могли спокойно принимать добровольцев, когда у людей, много лет, порой безвыходно живущих в этих учреждениях, появляется возможность выйти на свежий воздух, или просто провести время с добровольцами, с искренними, открытыми, молодыми людьми, настроенными на общение, на поддержку, на заботу. И то, что детки приехали в храм, в храм на встречу со священником и сотрудниками храма для духовной беседы, это очень дорого. Ну и еще несколько встреч за это время прошло внутри детских учреждений. Два дома ребенка мы посетили, встретились с коллективом. Не менее важно, может быть, даже и более, поддерживать сотрудников учреждений, потому что они в ежедневном режиме находятся среди страданий, болезней, каких-то стрессовых ситуаций. И понятно, что где-то сила заканчивается, где-то душа беспокоится. И вот мы всегда при любой удобной возможности поддерживаем сотрудников таких учреждений. Ну, а детки приехали для знакомства, для встречи. И так удивительно пообщались на самую главную тему. Сначала познакомились, немножко рассказал про свой путь. Но потом все равно неизбежно коснулись к теме смысла и цели жизни. И для чего человек в этом мире. И как он человеку устроен, почему у него иногда что-то такое внутри болит, когда все тело здорово. Причем ты понимаешь, что это не извилина в мозгу и не сердечная мышца. Душа болит. И на самом деле это хороший признак. Болезнь души говорит о том, что она жива. Что о ней нужно заботиться и нужно уделять внимание. И дети, оказывается, они настолько включаются вот в эти разговоры, которые по большому счету с ними никто не ведет. Даже не только с детишками в детских домах, но и в семьях, я так себе представляю, что эти темы, они как бы редко, когда так открыто, доверительно могут быть обсуждаемы. Интересная история, когда у детей со школьной программы сформирована, ну, как бы такая гипотеза Чарльза Дарвина. Ну, им же до сих пор предлагают один взгляд на происхождение человека. Это, как бы, естественная, как это, теория о происхождении видов, теория эволюции. Но она не выдерживает никакой нормальной критики, потому что появилась такая наука, как генетика, которая убеждает, что невозможно вот этого перехода из одного вида в другое. Что это, ну, просто некоторая фантазия на тему, которая подкрепленная, там, государственной идеологией, она была возведена в какой-то ранг национальной идеи. И так до сих пор она и транслируется. А тема, что человек, существо абсолютно отличное от всех других животных существ, не мог возникнуть из инфузории туфельки, потому что человек — это разум, свободная воля, бессмертие души, что это богообразное существо. Вот эта теория креативного появления, творческого появления в мире человека, она вообще за скобками. И вот дети, они прям, раскрыв рты, слушали о том, как вообще это всё на самом деле было. Самое дорогое — это, конечно, встреча, живое общение, и прошли и по храму, и показали разные наши направления. Слава Богу, что вновь такая возможность появляется. Слава Богу, что есть добровольцы, которые готовы жизнь свою потихонечку отдавать детям или старикам. Этот путь, он для всех возможен. Милости просим и помогай нам всем, Господь. Господь и сил, помилуй нас.